Здравствуйте! В эфире ЮТВ пятничный выпуск новостей. Меня зовут Наталья Богданова. В Оренбурге снова запущено голосование по благоустройству территорий в рамках программы «Комфортная городская среда». Жители активизировались и началась борьба за федеральные деньги на благоустройство. Однако не все довольны и полны энтузиазма. Это жители Маяка, территория которых оказалась уже в третий раз в списке претендентов. Сегодня у нас в гостях члены инициативной группы жителей Надежда Новичкова. Здравствуйте! И депутат городского совета Оренбурга Елена Афанасова. Добрый день! Расскажите, как узнали, что снова ваша территория будет в списке претендентов? Или, может быть, вы сами ее подавали, потому что знали, что с теми средствами, на которые вы рассчитывали, не получилось? На самом деле все это произошло очень интересно. В телеграм-каналах была запущена информация о том, что 30 декабря состоялась комиссия, общественная комиссия. Повестка дня у них была в движении территорий на общественное голосование. И также в этом телеграм-канале был оформлен список, был опубликован этих общественных территорий. И мы увидели, что мы вновь в этом списке. Мало того, этот список увеличился практически в разы. Это, наверное, самый большой список за последние года. До этого момента вы думали, что какая судьба у парка, у здания Докатерзе? Вы думали, что вот-вот он появится? Или уже знали, что что-то не так идет? Мы не думали, что вот-вот он появится. Дело в том, что у нас были определенные договоренности за главой города. 5 августа он пригласил членов инициативной группы жителей к себе в администрацию города, где объявил нам о том, что наш парк будет реконструирован. Но не в 2021 году. В 2021 году будут заложены средства на оформление технической проектной документации. А в 2022 году будут выделены еще средства на полную реконструкцию парка. Соответственно, все проекты будут согласованы с жителями. Все это мы оговорили. И мы даже высказали предложение главе города о том, чтобы был кто-то, хотя бы один житель, представитель инициативной группы, был приглашен на заседание городского совета, чтобы своими ушами услышать о том, что будут целевые денежные средства направлены именно на начальные работы проектировочные по парку Декатерзе. То есть у вас тогда уже были сомнения, что что-то может пойти не так? Ну, мы задали вопрос, конечно, потому что мы же научены горьким опытом. Мы же не первый год участвовали, даже на тот момент не первый год участвовали в голосовании. Пометуя о том, что когда-то нам обещали при пересчете голосов учесть предыдущие голоса голосования, но их не учли, и мы были лидерами, а стали аутсайдерами голосования. Потом мы пробуем силы следующий раз. В следующий раз мы занимаем третье место, и нам говорят, а нет, вот, а подана территория лесополосы по улице Березка, которая вообще в голосовании заняла четвертое место. Елена, то заседание городского совета, вы помните, где как раз-таки решался вопрос о распределении денег на благоустройство на ближайшие годы? Вы на нем присутствовали и знали, какие вопросы там будут обсуждать? Да, конечно, причем я хочу вам более сказать, что мы поднимали вопросы на комитетах, то, что касается денежных средств, финансирования на благоустройство территорий. И, как было заверено администрации, то, что сейчас на данный момент таких денег нет. Это, во-первых, программа федеральная, то есть должны поступить федеральные средства, должно быть софинансирование региональное и уже потом софинансирование местного бюджета. Что когда будет уже принято решение точно о благоустройстве парка ДКТРЗ, вот вы еще раз примите участие в голосовании, это обязательная процедура, то тогда будет уточнение бюджета, и мы уточнимся на следующие годы. То есть вы же не благоустраиваетесь в 2021 году, хотя бюджет мы принимаем трехлетний, мы это понимаем. И, естественно, деньги уже все равно должны мы видеть в проекте бюджета на 2022-2023 год. Их пока там нет, но по заверению администрации, еще раз повторюсь, мы можем уточнять бюджет, в принципе, это нормальная практика, мы это всегда делаем городским советом. Поэтому единственное, уповать можем только на это, что уточнение бюджета все-таки будет, на данный момент этих денег нет. Но если уточнение бюджета будет, мы уточняемся, и деньги осваиваются. То есть в этом ничего страшного нету, лишь бы эти деньги поступили. То есть сейчас у людей, как бы и у нас, у депутатского корпуса, которое бьется именно за промышленный район, то есть это те депутаты, которые входят, да, в круга, которые входят в промышленный район, у нас есть сомнения, что эти деньги поступят, в принципе. Почему? Почему так происходит, по-вашему? Ну, сомнения... Может быть, это пандемия свой отпечаток наложила, что не так получается, как планировалось? Конечно же, я могу так сказать, что, естественно, с точки зрения именно вот уже депутатской деятельности, то есть если рассуждая как депутат, я же тоже понимаю, что бюджет не формируется просто там откуда-то непонятно, пришли деньги, вот мы хотим, чтобы у нас, ну, вот такие потребности были, да, вот такие вот желания, и все наши желания и потребности были удовлетворены. Мы же понимаем, что если пришло столько денег, израсходовать больше мы не можем. Поэтому я как депутат, я понимаю, я не могу там бить кулаком по столу и говорить, нет, давайте сделаем и все. Я же сама понимаю, что если пришло 5 рублей, то 5 рублей и потратим, мы никак не потратим 10. Я это все понимаю прекрасно, и поэтому нет никакого негатива, и нет такого, что прямо вот мы там рвем всех на части, и давайте, и трясем всех за грудки. Но единственное, что почему какое-то вот есть сомнение, и уже есть недоверие, это нормальный человеческий фактор, потому что недоверие, ну, рождает те факторы, которые происходили ранее с нашим парком, да, те самые голосования, о которых сейчас говорила Надежда, когда мы вот оказывались где-то, где-то непонятно, там в конце лидировали, а потом не выигрывали. Надежда, расскажите про настроение жителей, потому что там очень много активистов, которые собираются и ходили, агитировали других. Вот действительно они еще ждут, еще спокойны, или они уже в том состоянии, когда готовы идти, кого-то за грудки хватать и спрашивать, где наш парк? Ну, конечно, встречаются и те жители, которые готовы идти, вставать за грудки, трясти кого-то. Просто немногие жители знают вот это вот в рамках правового поля, как действовать правильно, и поэтому мы стараемся каким-то образом рассказать жителям о том, что, ну, необходим еще один вот шажочек, но сейчас вот все зависит от нас. Ну, действительно, это так, но нам нужно проголосовать. Жители голосуют, но очень много вопросов сейчас к работе той платформы электронной, на которой происходит голосование. Очень много поступает сообщений от жителей о том, что выходит 502-я ошибка, или о том, что они вообще не могут пройти по ссылке, потому что все висит, через мобильный телефон не получается, через компьютер. Вот я сама лично голосовала три дня. Вот, ну, правда, я не могла зайти на портал ни через одну из своих аккаунтов в соцсети. Что выдавал? Ошибку выдавал 502-ю. Затем, ну, я решила уже пойти, так, для меня это прям, ну, крайняя мера, это зайти через госуслуги, потому что на госуслугах очень много персональных данных, и не только моих, но и моих детей. И, соответственно, я уже практически на грани нервного срыва, понимая, что на госуслугах может произойти тоже какая-то ошибка, но все равно я зашла, я несколько раз подтверждала свою регистрацию на госуслугах, мне приходилось заново вбивать логин, пароль, ставить галочку о согласии на обработку персональных данных, и в итоге я каким-то, наверное, с помощью Бога, наверное, я по-другому не могу сказать, захожу на портал, ставлю вот эту вот галочку заветную, голосую, все, вижу, как результаты голосования на данный момент, я сделала скриншоты этих результатов, как знала, потому что дальше я выхожу, и в рамках эксперимента я захожу на портал вновь для того, чтобы посмотреть, может быть, за вот эти две минуты кто-то еще проголосовал, и у нас там, соответственно, прибавилась сумма, и я понимаю, что я больше не могу зайти. Я не могу зайти на этот портал, чтобы элементарно посмотреть ход голосования. Может быть, вся вот эта сложность процедуры связана с тем, чтобы было более объективно, чтобы была исключена возможность накрутки? Потому что помню, что в прошлые годы такие подозрения со стороны жителей и со стороны вашей инициативной группы в том числе были, что все было не совсем объективно. Вы знаете, я тоже размышляла и прокручивала данный вариант развития событий, но как здесь можно сделать накрутку, если мы заходим, каждый голосующий человек заходит под своим логином и под своим паролем, а если мы заходим через госуслуги, там вообще подтвержденная информация о нас вся полностью. То есть, ну, я не знаю, познакомьте меня с таким человеком, который может организовать накрутку. То есть вы уже на все миры готовы. Елена, вот несколько лет уже мы с этим голосованием сталкиваемся, граждане отдают за свои территории голоса. Мы, как журналисты, освещаем всю эту историю. Есть информация у вас, почему в этом году изменилась сама процедура? Может быть, депутаты городского совета каким-то образом это обсуждали совместно с администрацией? И вообще, насколько городской совет в этой теме участвует или не участвует? И здесь чисто вот исполнительные власти прерогатива. Здесь, конечно, больше прерогатива именно исполнительной власти. Они принимают основные решения. Тем более, что этот портал сейчас, он портал областного формата, так скажем, активный гражданин. И единственное, что сразу могу сказать, вот меня, например, это радует, потому что, ну, доверие именно областному уровню и правительству Рибульской области, ну, я не говорю, что у меня нет доверия городу и городской администрации, нет. Но раз такие случаи уже были, мы понимаем, что следователь, галочку мы тоже у себя где-то там в голове поставили, отложилось что-то. И поэтому доверие больше, наверное, вот именно такому способу голосования, причем, учитывая, что здесь идут, само голосование идет через регистрацию, через портал госуслуг. Я проголосовала сразу, у меня как-то легко это получилось, хотя правильно вот Надежда сказала, что жители жалуются, что выходит 502 ошибка. Вот. Я поставила сразу, и даже у меня как бы не было никаких там сомнений, то, что касается госуслуг, потому что я думаю, ну, это правительственный портал, здесь тоже это федеральный портал госуслуги. То есть самое главное, чтобы все было чисто, кристально и как бы вот правомерно, и никаких накруток я надеюсь, здесь-то точно не будет. Насколько вообще видите логику и вот причину возможных накрутках даже прошлых лет? Почему бы, да, не благоустроить парк, с которым голосуют жители, который действительно им нужен? В чем бы логика здесь может заключаться? Ну, я думаю, что логика здесь такая, лежащая на поверхности, очень легкая. Мы видим, что благоустройство происходит сейчас в центральном районе города Оренбурга. Это и набережная, это вот и парк железнодорожников, который вошел в тройку лидеров голосования по итогу голосования, по-моему, 2019 года, если я не ошибаюсь. И вот его реконструировали, хотя долго сомневались жители, что все-таки будут что-то делать с этим парком. Но мы видим, что там работы идут. Ну, наверное, здесь логика простая. Центр это как бы туристический центр, это какой-то маршрут туристический можно простроить через эти скверы, через парки. И горожане будут приезжать в эти места. Ну, действительно, в центр изо всех, наверное, районов приезжают гулять, и если родственники к нам приезжают, мы тоже, как правило, наверное, в центр приедем. Да, ну, знаете, относиться к жителям, которые якобы живут на периферии, ну, это очень тоже странный поступок, я считаю, в связи с чем? В связи с тем, что даже несмотря на то, что наш район считается таким периферийным, мы находимся очень близко к центру города. Десять минут для того, чтобы доехать от нас, от парка ДКТРЗ, до площади Ленина на троллейбусе. Это 10-15 минут. Хотя из других районов маршрутки ходят гораздо дольше в связи с их географическим положением. И эти районы почему-то считаются не периферийными, а считаются такими достаточно современными жилыми комплексами, и жилье там стоит дороже, чем у нас на Маяке. Но исторически, например, у нас вот на Маяке есть очень много исторических событий, связанных с Пугачевским периодом, с Крестьянской войной. И у нас сделать маршрут туристический, это, наверное, тоже логично. Я считаю, что вообще наш центральный район города, и в том числе и промышленный район, это такой некоторый историко-культурный сектор, который нужно все-таки взращивать, и беречь, и холить, и лелеять. А мы видим ситуацию того, что у нас единственный парк на 20 тысяч человек, Лена Владимировна меня может поправить, где там более 20 тысяч жителей. И у нас там один парк, и мы его, чтобы благоустроить, мы вынуждены очень много раз принимать участие в голосовании, ходить к прокурору, чтобы он защищал наши интересы, обращаться в администрацию президента с криками о том, что у нас негде детям погулять. О том, как действовали, куда еще обращались, чуть попозже поговорим. Какие еще территории в этом году представлены к голосованию, где можно отдать свой голос, и какие результаты на сегодняшний день, узнали корреспонденты ЮТВ. Давайте посмотрим небольшой сюжет. Отбор общественных территорий, подлежащих реконструкции, стартовал 15 января. За первую неделю голосования среди 15 общественных территорий с уверенным отрывом вырывается в лидеры голосования парк в 16 микрорайоне. Второе место занимает парк имени Гуськова на проспекте Победы с промежуточным результатом в 236 голосов. На третьем месте сквер возле Центра детского творчества на улице Магнитогорской. За него проголосовали 188 человек. Если там будет ухаживаться парк, то будет вообще прекрасно. Вы бы часто туда ходили тогда? Ну и с детьми, да. Вы бы проголосовали на сайте за реконструкцию вот этой территории? Конечно, конечно, нам очень хорошо. Мы же гуляем до самого инвентара. Вообще-то, конечно, чтобы сделали дорожку хорошую. Потом вот тут у нас фонтан. У общественности возникли некоторые вопросы к данному голосованию. Например, горожан интересуют, почему список состоит из общественных пространств, которые отличаются друг от друга по площади и местоположению в городе. Опрос, который власти города Оренбурга создали на сайте «Активный гражданин», он не совсем корректен. Нельзя сравнивать проекты, изначально находящиеся на равном, разным масштабам, разной интенсивности пешеходного трафика, соответственно, разной потребности у горожан. Наверное, можно было сделать какие-то категории, то есть сделать крупные объекты несколько. Но, откровенно говоря, там крупных объектов три. Это Качкарский мар, это, получается, у нас набережная, и это березка. Это, по сути дела, три крупных проекта. Остальное все это как бы средние микрорайонные, назовем их так, объекты. Также экспертов волнует история, связанная с парком возле центра детского творчества на улице Магнитогорской. В городской администрации жителям этого района уже обещали реконструировать эту территорию. Она побеждала в отборах прошлых лет. Теперь она снова вынесена на голосование. Веришь сама, а знакомых уже говорят, «Да, ладно, мы в прошлом году уже голосовали, и что толку?» То есть вот это, конечно, уже подорванное доверие людей, и вот как переубедить, да? Вот знакомые вроде соглашаются голосовать, но, тем не менее, вот результат налицо, потому что происходит вот так вот. В частности, люди не верят. 14 января мы обратились к главе города с письмом, чтобы он нам объяснил, почему мы должны участвовать опять в рейтинге голосования, потому что мы уже заняли призовое место. А в декабре мы обратились к прокурору города, чтобы прокуратура проверила, насколько законно было общественное решение, общественной комиссии. Напомню, голосование на сайте «Активный гражданин» продлится до 15 февраля. Александр Кацун, городской телеканал ЮТВ. Ну, смотрите, жители настроены скептически немного уже, да? Вроде бы, с одной стороны, готовы бороться, с другой стороны, руки уже, казалось бы, опускаются. Какой план действия у вас? Каким образом собираетесь, я так понимаю, что вы собираетесь, да, мотивировать их, чтобы снова набрать высокие результаты и конкурировать с территориями другими? На данный момент у нас вот очень активно нас поддерживают наши депутаты и городского совета, и депутаты законодательного собрания. У нас работают волонтеры, которые ходят по округу, которые рассказывают, во-первых, жителям, которые, ну, есть еще, наверное, жители, хотя я лично таких не знаю, которые не в теме. О происходящем, о голосовании, вот у нас есть специальные люди, волонтеры, которые ходят, рассказывают так про голосование, рассказывают про программу «Комфортная городская среда», рассказывают о том, как можно принять участие, ведь можно не только на электронном портале проголосовать, у нас же организованы еще и два участка, куда можно приехать в режиме оффлайн и поставить, собственно говоря, галочку за наш парк. Это, кстати, тоже важно, да, потому что если человек столкнулся в электронном голосовании с какими-то проблемами, все-таки альтернатива у него есть, поехать и свой голос отдать. Безусловно, и мы рады, что у нас есть такая альтернатива, но к этой альтернативе тоже у нас есть вопросы, как у жителей. Почему, например, анонсировано о том, что голосование проводится с 9 до 9 вечера, с 9 утра до 9 вечера, и у нас одна жительница, она была очень возмущена, она поехала по адресу Брестская 1 в 17.30, для того, чтобы целенаправленно проголосовать вместе с детьми, показать им важность этого момента, о том, что выбор зависит от каждого, и благоустройство, и жизнь, собственно говоря, зависит от каждого. А ей сказали, что голосование до 16.00, человека нет. Ну, просто нужно представить, да, где находится промышленный район, и Брестская 1. Но почему мы не можем, например, организовать в том же ДК ТРЗ? Там же у нас рядом с парком существует замечательный дом культуры, можно и там поставить урну, посадить нашего активного волонтера, волонтера, который будет в режиме онлайн, в рамках этого проекта проводить голосование. Мы можем менять волонтеров, мы можем помочь в организации процедуры. Елена, каким образом с жителями работаете? Потому что, знаешь, что в прошлые годы тоже мы эту тему освещали, достаточно вы их активно поддерживали, мотивировали. Ну, я бы, наверное, сказала, что у нас те же самые способы, то есть то, что касается волонтеров, которые ходят и информируют население, это сразу мы запустили, потому что, ну, мы понимаем, что, может быть, просто все знают, что вот нам нужно благоустраивать парк, все знают по ту тему, что мы там были победителями, но вот ждут благоустройства, но не все знают, когда было запущено голосование, и что опять вновь идет голосование. Поэтому мы обязательно эту схему отрабатываем вновь, вот как сказали уже, да? Помимо этого используем, естественно, всевозможные смс-рассылки, всевозможные посты во всех социальных сетях, репосты. Используем паблики там и Оренбург онлайн. Спасибо огромное вам за помощь, вы всегда нам помогаете. То есть как бы, ну, идет просто полная такая вот информационная кампания, я считаю, что она важна. Самое главное, чтобы люди были информированы. То есть мы призываем просто проголосовать. То есть как бы здесь, естественно, уже все зависит от активности жителей самих. То есть если ты знаешь уже, что идет голосование, но не предпринял никаких действий, минутку не уделил своему телефону там или не съездил на Брестскую один, да? Ну, образно. То тогда это уже, наверное, проблема в тебе, что ты вот сидя на диване рассуждаешь, какая плохая власть или, например, какая плохая жизнь, а сам для этого ничего не хочешь поменять, ты просто не хочешь встать, проголосовать, и тогда у тебя, возможно, будет шикарный парк. То есть как бы здесь уже еще и жители надо, чтобы сами по себе проявляли такую гражданскую активность и сами хотели улучшить свою жизнь. Что сегодня с парком? Каких изменений ждут жители? Мы же обсуждали, наверное, да, и в прошлые годы, может быть, на встречах с администрациями. Каким вам хотелось бы видеть эту территорию? У нас есть проект. У нас есть проект, который разрабатывался. Мы же с инициативной группой этот проект подписали все вместе, то есть утвердили. Мы встречались с жителями, когда записывалось видеообращение президенту. Также вся группа людей, которая была в парке, все люди видели этот проект. То есть как бы проект распространялся через социальные сети. То есть как бы мне поступало очень много обращений. На самом деле проект шикарный. Нам в этом вот как раз-таки помог Бринёв. Спасибо ему тоже за это. Но был бы он реализован, потому что там все учтено. Что там будет? Будет, говорим все-таки, надеемся. Мы надеемся, что будет, да. Есть и хоккейный корт, который трансформируется, так скажем, что летом это футбольное поле, зимой это хоккейный корт. Заложены даже вот эти небольшие скейт-площадки, тренажеры, которые есть, например, и в Сармате, которые сейчас так востребованы. Есть детская зона, причем детская зона градации идет по возрастным категориям, прямо совсем малюсеньких, там средний возраст, постарше детки. Есть зона отдыха, там где очень много-много различного рода скамеечек, качелек, беседки. И, конечно же, наша самая главная, вот эта историческая тема, это зона культмассовых мероприятий, это сцена, причем сцену сделали в этом году за счет именно наказов Куниловского Александра Анатольевича, депутата ЗС, то есть как бы он нам поставил уже новую сцену, то есть нам даже сцену делать не надо. И вот эта вот красивая такая градация, фудкорты, то есть под это даже тоже предусмотрено все, чтобы там были площадочки, где можно встать. Ну, все в проекте есть. Вот он такой по уму сделанный, я бы сказала, причем когда мы разговаривали с архитекторами, они даже говорили, что ваш парк уникальный еще тем, что не нужно сильно много менять, например, вот зеленое насаждение. В принципе, не так много досаживать нужно, и в принципе вырубать особо там не нужно что-то вот как бы... То есть вот, ну, все благоволит тому, что только вот... Наверное, вдохнуло бы новую жизнь в микрорайон, потому что, ну, в разные годы считалось, и сейчас многие продолжают думать, что маяк это, да, действительно периферия, где и население какое-то может быть неактивное или какое-то даже, да, неинтеллигентное, что ли. Как к этому относитесь? И согласны ли с тем, что это остается еще в городе, и оренбушцы так думают про так называемый маяк? Ну, я думаю, что это сложилось не потому, что так оренбушцы такие плохие, они так думают. Нет, это исторически сложилось, да. У нас был такой период времени в нашем городе, когда там жили такие поселенцы, которые строили город, так сказать, они здесь жили, там они строили. И сейчас мы видим совершенно иную картину. Мы видим уже большое количество молодых семей, которые приезжают осознанно, они берут ипотеки, они тратят на дома материнские капиталы, как первоначальный износ, для того, чтобы жить в своем собственном, благоустроенном доме. Это огромное количество детей. У нас на улицах, на скейтах, на роликах летом играет и катаются огромное количество деток от мала до велика. У нас школы, вот опять Елена Владимировна, она не даст мне соврать, потому что у нас школы переполнены. Смотрите, интересный момент, что преимущественно это частный сектор, да, в вашем микрорайоне. Насколько сложно конкурировать с теми же самыми парками, да, вот густонаселенных многоэтажками районах, где, казалось бы, один дом, 17-этажный, если проголосуют, то уже примерно по численности будет, да, то же самое, что у вас сейчас весь микрорайон частного сектора. И сколько удавалось голосов собрать в прежние годы? В прежние годы нам удавалось собрать 3,5 тысячи голосов. Это вот последний год. У нас отставание от второго места всего в 30 голосов, а второе место, я напомню, заняло 16-й микрорайон, сквер в 16-м микрорайоне, то есть, казалось бы, да, 16-ти этажки, 17-ти этажки против нашего частного сектора. Но мы не сдаемся, и даже сейчас жители, которые высказывают свое недовольствие, там, нам, как инициативной группе, волонтерам, которые ходят и информируют о том, что голосование идет, все равно радуют то, что через некоторое время, через час, через два приходят скриншоты и сообщения. Я проголосовала! Я проголосовала, и радость, да, снова. И я считаю, что человек в этот момент, он чувствует себя сопричастным вот к этому важному событию для нашего района и для всех наших жителей. Это очень важно, ощущать себя частицей большого какого-то праздника, праздника будущего для нас. Потому что, знаете, в этом парке у нас, вот я живу там более 30 лет, я всегда говорю эту фразу, я каждый раз, я каждый год помню открытие новогодней елки. Просто открытие в парке ДКТРЗ зачастую проходило 26 декабря в день моего рождения. И мы ходили туда. И сейчас вот у нас в какой-то момент раз и перестали организовывать новогоднюю елку в парке. И благодаря вот Елене Владимировне, которая просто там сломила, наверное, депутатский корпус и, наверное, чиновников, которые были против. Перестали организовывать в плане, перестали выделять финансирование на это? Да, потому что посчитали, что это не востребовано в нашем районе данное мероприятие. И тогда жители, вот Елена Владимировна, с жителями собрались и пришли на открытие новогодней елки, которую организовала Елена Владимировна. Она попросила присоединиться к этому Кунеловского, она поговорила с главой Северного округа. И общими усилиями они организовали открытие елки. И пришло невероятное количество народу. Констатировала полиция, что более 6 тысяч. Более 6 тысяч? Люди же приходят, уходят. У нас такого на самом деле никогда не было. Это... Ну вот именно такого. То есть праздники всегда проходят именно массово. Вот елка новогодняя, вот нам до этого два года не давали. В том году мы все-таки пробили эту стену. Мы там организовали, показали всем, что это так. Мне даже... Я плакала. Я вам серьезно говорю, потому что я искренне переживаю за свой район. Я там живу всю жизнь и продолжаю жить. И поэтому я знаю, что когда мне говорят, да ладно, кто придет у тебя на это мероприятие? Я говорю, туда никогда не нагоняют людей. То есть... То есть люди активные, они ждут, чтобы что-то менялось и хорошее появлялось. Так будет. Он будет очень востребован. На самом деле очень. Буквально несколько минут у нас остается до конца программы. Смотрите, в этом году уже обозначили, что больше участников, что какие именно территории будут, насколько сложно или просто будет с ними конкурировать. Потому что многие, опять же, это общественно важный для всех горожан пространство, куда все будут приезжать. Опять же, очередной этап реконструкции набережной. Мне кажется, то, что касается, конечно же, реконструкции набережной, мы уже об этом сегодня говорили, это очень важный момент. Он важен для всего города. И мы не отрицаем, что набережная должна побеждать обязательно и каждый год. Потому что... Но это реально так, просто по той простой причине, что ее нужно доделывать. Это лицо города. И здесь никто не поспорит. И жители, в принципе, нашего района с этим полностью согласны. Но, так как мы говорим, что отбираются три территории для благоустройства, то есть деньги будут тратиться не только на набережную, следовательно, пожалуйста, следующая территория. Вот набережная, лицо города. И вот один из периферийных районов. Мы очень рады со своих соседей Южан, которым уже они победили, да, им вроде все выделяется, финансирование. Которые тоже боролись, просто отстаивали всеми силами. Мы за них очень рады. И мы надеемся, они теперь за нас тоже поборются и помогут нам, с вами соседями. Хорошая тактика. Вот, потому что, ну, как бы хотелось бы, чтобы, наверное, хотя они и говорят, мы вас тоже поддержим, а я держитесь, мы с вами. И последний вопрос. Каким-то образом, вот после того, как ваша территория снова появилась, как решили снова бороться, обращались в администрацию с вопросами? Почему так? И будет ли что-то выполнено из тех обещаний, которые давались? Да, мы написали главе города Оренбурга вновь обращение, где задали ему все эти вопросы. Сейчас мы ждем ответа от главы города. Конечно, мы попросили в данном обращении, чтобы он вновь встретился с нами, вновь, может быть, приехал, еще раз вспомнил о том, как выглядит наш парк и о том, как это для нас действительно важно, потому что в этом году, ну, я не знаю, снег растает, что будет в этом парке? Ну, просто туда даже детей пускать уже становится опасно. Верите или не верите в то, что каким-то образом вот глава посодействует и еще удастся в 2022 году благоустроить? Надежда умирает последней. Спасибо, на этом прощаемся. Сегодня мы говорили про голосование по проекту «Комфортная городская среда». У нас в гостях была члена инициативной группы «Жители Маяка» Надежда Новичкова. Спасибо. Спасибо вам. И депутат городского совета Елена Афанасова. Спасибо, что пришли к нам в гости. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. На этом прощаемся. С вами была Наталья Богданова. Всего вам доброго. Оставайтесь на ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова